Здравствуйте! Сегодня мы находимся в студии портала National Digital History. И накануне крупного исторического события, 100-летия со дня февральской революции, мы встречаемся с нашим гостем Кабальдинов Зевикер Муханович, профессор Евразийского университета имени Гумилёва, учёный-секретарь Национального конгресса историков. Здравствуйте! Здравствуйте! Зевикер Ирмуханович, мы накануне такой круглой исторической даты, 100-летия февральской революции, хотели бы с вами побеседовать об этом событии. Как оно произошло, что этому предшествовало. Как мы знаем, это была череда русских революций 1905-го, февральская 1917-го, октябрьский переворот 1917-го. Какое место в череде этих революционных процессов отводится февральская революция и в целом её значение для казахского общества в тот период? Дело в том, что прежде чем прийти к проблеме анализа, скажем, причин предпосылок к ходу февральской революции, надо немножко вернуться на несколько лет вперёд, на те события, которые произошли на рубеже 19-го, 20-го веков. Дело в том, что в это время происходил пик кризиса самодержавия, пик кризиса Российской империи. Они наметились, показали себя во многих сферах общественной жизни, как в экономике, так в социальной жизни, так в военной сфере, в духовной сфере. То, что только в начале 20-го века имело три русских революции, наглядно свидетельствует о том, что верхушка Российской империи, сама Российская империя переживала глубокий кризис и приблизила своему закономерному коллапсу. Одно из первых таких сигналов было поражением в русско-японской войне огромной по численности крестьянской армии Российской империи. Казалось бы, малюсенькая Япония и Российская империя. Огромная по территории, по численности населения, по сырьевым потенциалам. И вдруг маленькая Япония, она проигрывает, которая в плане продвижения социально-экономических реформ оказалась намного впереди, чем, скажем, неподвижная, громоздкая, неповоротливая Российская империя. Это первое. Второе. Наверное, революция 5-7-го годов также наглядно свидетельствовала, что самодержавие пошло на временные уступки населению полиэтнической многонациональной Российской империи, поедя на октябрьские реформы, на допуск к созыву Государственной думы Российской империи, допуск туда даже представителей национальных окраин, в том числе, скажем, казахского населения, чего раньше никогда не было, тоже говорит о том, что самодержавие попыталось через систему компромиссов каким-то образом возможно отстрочить крах Российской империи, которая виждалась на безраздельном господстве одной семьи Романовых на всей обширной Российской империи. При этом, скажем, права и свободы, в том числе экономические, которые игнорировались не только самого русского народа, но и представителей национальных окраин, в том числе казахского населения, и вдруг в 1997 году начинается так называемая политическая реакция, которая ставит огромный крест на тех временных свободах и предоставленных правах, которые временно дала Российская империя самодержавие. Дальше идут, скажем, проблемные ситуации в каком плане? Что отныне, скажем, если примитительно Казахстан, в данном случае мы обсуждаем Казахстан, казахское население было полностью отстранено от участия в заседаниях Тритой и Четвертой Думы Российской империи, Государственной Думы. Да, были люди для ограничения. Да, да. Отныне представители Казахстана могли просто сотрудничать, помогать, скажем, мусульманских фракциях в работе депутатов закавказских, скажем, татарских, башкирских депутатов и так далее. А казахам почему-то в это время было запрещено участвовать в огромной законодательном собрании, как Российская империя. Более того, в это время началась Столыпинская аграрная реформа, которая только в период 1907 по 1912 год ежегодно, скажем, отправляла на территорию Казахстана, так называемую Зауральскую окраину, в среднем 400 тысяч переселенцев в год. Это огромная и огромная масса. За годы независимости мы смогли в Казахстан вернуть около миллиона соотечественников, а в те годы, в один год, Российская империя за пределы Урала могла отправить около 400 тысяч крестьян. Это огромные цифры. Они, естественно, свидетельствуют о том, что земельные права казахского населения полностью игнорировались. Казахское скотоводческое хозяйство тоже переживало своего рода коллапс и, скажем, кризис. Росло число джатак от так называемых, отходников, которые свидетельствовали о неблагополучном положении на территории такой окраины, как Казахстан. Дальше события Первой мировой войны, она тоже каким-то рикошетом, скажем, негативной со своей стороны, сказалась на жизни и деятельности не только казахского населения, но и переселенцев, представителей разных культур, которые оказались на территории Казахстана. И у города Унгани, и русские, и украинские, немецкие переселенцы и так далее. То есть никто от этой Первой мировой войны не выигрывал. Трудоспособное взрослое мужское население призывалось на фронта Первой мировой войны. Многие погибали, многие, скажем, оставались на сополях сражений. Это у меня работали. Да, да. Это лишний раз свидетельствует о том, что, скажем, вот это негативные тенденции, скажем, недовольства, скажем, не только, скажем, нациообразующего русского народа, но и представителей национальных окраин шло постепенно недовольство, как, скажем, комок, как каток, он постепенно, скажем, набирал свою силу. И в этих условиях в 16-м году, в июне месяце казахи впервые набираются, так называемые реквизируются на отыловые работы. Известно, что с середины примерно десятого, извините, первого десятилетия был вопрос о необходимости призыва казахов в регулярные войска, которые активизировала адашская интеллигенция воевия Алихана Букихана. Но и здесь была понятна позиция Российской империи по отношению, скажем, к казахскому населению, которым царизм опасался вручать оружие и обучать военному делу, и, возможно, может быть, ситуация на фронтах Первой мировой войны изменилась бы. Но этого тоже не произошло. Это тоже вызвало шквал возмущения казахского населения и привело к восстанию 16-го года, который охватил практически всю территорию Казахстана. Обычно говорят о двух центрах, скажем, восстания, это Семерический центр и Тургайский, но были и другие. Например, в Акмолинском центре восстания на территории, скажем, Кургалжинского нынешнего района и Рементаусского района было около 40 тысяч повстанцев, которых возглавляли подлинно народные лидеры, в том числе Афанасий Латута или Жахаб Жоломанов, этнический украинец. Вот такие ситуации тоже были. Они тоже показывали, являлись как бы индикатором или лакмусовой бумажкой о том, что в этой империи не все спокойно. На фоне поражений на фронтах Первой мировой войны, естественно, ситуация усуглублялась. Этим воспользовалась наиболее радикальная часть социал-демократов в лице большевиков, которые на передовой вели призывы к тому, чтобы остановить вот эту так называемую бортоубийственную войну. Поэтому и случилась февральская революция. То есть императорская семья, центральная власть Российской империи в лице Романовых не могла решить ни проблемой, скажем, успешное ведение боевых военных операций на фронтах войны, не могла решить комплекс экономических проблем, не могла решить национальные проблемы. Более того, она усугубляла. Поэтому по отношению к самодержаве, к семье Романовых росло мощное недовольство, в том числе в Казахстане. Против семьи Романовых ополчились все. Так и рядовые граждане, крестьяне, скажем, казахские скотоводы, так и промышленники, так и интеллигенция, так и, скажем, значительная часть дворянских семей. Ну, те не называли же Николая Второго, Николая Кровопийца, да? Безусловно, он, я думаю, полностью заслуживал вот такую, если можно выразиться, кличку, потому что десятками, сотнями, тысяч, дети из крестьянских семей погибали в такой войне, которая велась не самым умелым образом, скажем, русскими офицерами и генералами. Попросту они проигрывали. Отдельные брусиловские прорывы, отдельные героизмы, скажем, отдельных русских генералов, они не спасли положение и не изменили общий ход ведения боевых операций. И в этих условиях авторитет центральной власти был на нуле со стороны практически всех слоев общества. Власть Романова оказалась изолированной. 26 февраля 1917 года началось вооруженное восстание в крупных городах, в первую очередь Петрограде. И на следующий день был зафиксирован, скажем, февральская русская революция, как совершившимся фактом. Безусловно, мы как национальная окраина тоже узнали об этом событии, скажем, в районе, по-моему, если память не изменяет, 1 марта. Телефонограф. Давайте я отмечу. Революцию, февральскую революцию, казахское население встретилось с восторгом, с надеждой на свободу. Первое сообщение о победе февральской революции в Петрограде было получено в Омске, в тот период центра Степного края, 1 марта 1917 года. 3 марта сообщение исполкома Государственной думы о низложении самодержавия приняли телеграфисты в Акморинске. Так это происходило. Совершенно верно вы отметили. Я в настоящее время работаю в Государственном архиве города Астаны. Там вот эти события четко зафиксированы. Почему и как случилось первые месяцы второй русской революции, так называемой февральской революции. После того, как телефонограмма поступила в Акморинск 3 числа, с Омска был отправлен некто прапорщик Петров. И вот теперь некто прапорщик Петров представлял новую власть на местах, центральную власть на местах. Естественно, человек без авторитета, человек неизвестный, малоизвестный, человек, не имеющий, скажем, красногенеральских лампансов, человек абсолютно неизвестен среди интеллигенции, в том числе региональной, человек, абсолютно не имеющий влияния, скажем, в Акморинском уезде, в Акморинской области, появляется здесь и делает попытку создания, скажем, структур новой власти. Но надо забегая вперед сказать, что решить эту проблему создание крепкой, устойчивой, мощной власти на местах временного правительства ему все-таки создать не удалось. Хотя были попытки создания, скажем, отправки представителей не только в уездные центры города, но и даже в русские переселенческие деревни, казахские аулы Акморинской области. Никто их серьезно абсолютно не воспринимал, потому что происходило нечто, скажем, необъяснимое. Казалось бы, есть небольшие позитивные моменты, но они не были, скажем, такими успешными, чтобы вся власть, в том числе все население, в том числе казахское на местах сельской местности стопроцентно поддерживали бы, скажем, органы новой власти временного правительства. Дело в том, что, несмотря на то, что были небольшие изменения в верхушке областей уездных центров, вся прежняя бюрократическая система, весь прежний бюрократический аппарат, все чиновники Российской империи продолжали сидеть на местах. Некоторые были замешаны в крупных коррупционных скандалах, но они продолжали сидеть. Это не могли не видеть как крестьяне, солдаты и казаки, в Акморинском уезде, но и обычное казахское население. Тем более постепенно с фронтов стали возвращаться первые раненые, в том числе в отпуск приезжали, которые зараженные, скажем, социал-демократическими идеями, в первую очередь большевистскими. Они видели, скажем, абсолютно неизменившуюся ситуацию на местах. Более того, в связи с сменой власти, ухода самодержавия, низвержением самодержавия, социально-экономическая ситуация на местах не улучшалась. Росли цены на основные продукты, скажем, питания первой необходимости. Ухудшилась криминогенная ситуация в Акморинске. Более того, в городской думе продолжали заседать те же самые состоятельные части общества. Кстати, забегая вперед, скажем, что они заседали чуть не до 1923-1924 года. Те крупнейшие купцы, которые работали Кошегуловы, Кубрины, продолжали заседать местной думе вплоть до середины 20-х годов, 20-го века. Новая власть ничего не могла с этим сделать? Поэтому новая власть абсолютно не делала. Более того, новая власть не могла остановить политику, скажем, продолжения переселения на территорию Акморинского уезда. В это время земельная проблема, скажем, дошла до своего пика. Свободных земель абсолютно не было, но почему-то переселение крестьян продолжалось. Поэтому казахское население воспринимало органы временного правительства как власть, которая унаследовала всю политику от прежних органов Ацхарской администрации. Потом заводы и фабрики тоже продолжали функционировать. Те же самые хозяева, власти состоящие, находились на своих местах. Ничего абсолютно не изменилось. Вплоть до, скажем, полицейских, которые наводили порядок в городе. Ну вот такой вот вопрос, Зея Игорь Михайлович. Мы говорим о том, что общество встретило новость о свержении самодержавия с восторгом. Какие надежды питала интеллигенция, национальная интеллигенция на тот момент? Совершенно верно. Первые месяцы февральской революции казахская интеллигенция, казахская верхушка, обычное казахское население действительно с восторгом встретило февральскую революцию, потому что в его глазах с уходом Николая II появились новые надежды. И надо сказать, что основания тому, чтобы верить новой власти, первые месяцы, особенно весенние, были. Дело в том, что были отозваны многие, скажем, карательные экспедиции, дивизии, которые были отправлены на подавление восстания 2016 года среди казахского населения. Это тоже не могли не заметить казахской интеллигенции, простое и обычное местное население. Более того, начали объявляться участникам восстания обмиссии даже компенсации те семьи, которые пострадали от бесчинств карателей. Кроме того, к апрелю месяца начали уже возвращаться столовых работ те, которые были призваны, реквизированы, в кавычки и, без кавычки, на тыловые работы. Безусловно, это были как бы позитивными моментами. Поэтому во всех демонстрациях, массовых выступлениях в городах Казахстана все-таки наиболее многочисленной массой были почему-то казахи. Вот это фиксируется в архивных материалах Акмалы, Семипалатинская, Каркаролинская, даже в Омске. Многотысячных костяк, многотысячных демонстрантов составляли казахи. Не только небольшая часть городского казахского населения, джатаки так называемые, но и население Суезов подтягивалось на эти демонстрации и выражало своего рода поддержку временному правительству. Но увы, позднейшие события показали, что социально-экономический хаос, усиление криминальных элементов, дороговизна, оставление на местах прежних чиновников царского правительства сделали свое дело и привели к власти большевиков в октябре 2017 года. Из Ваших слов видно, что на тот момент казахское население все-таки было политически активным. Долгое время показывалось несколько иначе, что все было достаточно пассивно в степи. Вот в связи с этим возникает такой вопрос. А как вот изменились современные оценки событий февральской революции и ее последствий по сравнению, допустим, с прежней советской историографией? Безусловно, в советской историографии факт, скажем, участия казахов в февральской так называемой буржуазной революции немножко нивелировался. Нивелировался в каком плане? Потому что все-таки вот эта октябрьская революция для большевиков, для советской историографии была более важна, чем февральская революция. Поэтому больший акцент был сделан октябрьской революцией, якобы заинтересованностью казахского населения. На этом фоне февральская революция повлекла. Хотя, надо признать, что временное правительство, среди которых сидело много образованных, имеющих, скажем, юридическое образование, санкт-петербургских, московских университетов, они активно привлекали и казахское население к, скажем, региональным руководителям новой власти. К примеру, Алихан Букихана был комиссаром на территории Тургайской обширной области, Мустафа Шухай был комиссаром Туркестания, Семереченский был Мухаммеджан Танышпаев. И целый ряд других, скажем, казахских интеллигенцев были, скажем, втянуты в эти новые органы власти. Поэтому иллюзия, на самом деле, и реальная надежда казахского населения была. А, скажем, советское время, советская историография, как бы этот момент замалчивала, потому что имена Алихана Букихана, Мухаммеджана Танышпаева, Шухая, репрессированных и, скажем, не очень уважаемых советскими властями, они как-то сглаживались, они немножко затушевывались. Поэтому место февральской эволюции все-таки в истории Казахстана занимает определенное место. Не хотелось бы сказать, что она ничего не решила для местного населения, но определенные позитивные подвижки были. Самое интересное, в казахской окраине позиция большевиков, как радикальной части социал-демократов, была не очень сильной. Вот на фоне, скажем, ослабления власти, на фоне неавторитетности органов временного правительства особенно усилились большевики. Если в центральных губерниях европейской части России, в остальной части России в основном было двое власти, с одной стороны, скажем, социал-демократы в лице, скажем, эсеров и, скажем, умеренных социал-демократов, то в Казахстане установилось много власти. С одной стороны, здесь присутствуют органы временного правительства, здесь и советы, скажем, крестьянских, солдатских депутатов, здесь и советы казачьих, казачьи советы, здесь появляются фабрично-заводские комитеты, здесь появляются казахские или так называемые киргизские комитеты, поэтому применительно Казахстану термин «двоевласть» не очень подходит, потому что у каждого сословия, у каждого этноса было свое понимание, скажем, ценности, целей этой революции. Казахская интеллигенция в лице его лидера, Алихана Бокихана, видела нахождение Казахстана в будущем как автономия в составе, скажем, Российской Федерации. В последующем выход на самостоятельный независимый путь развития, как в свое время получили финны и поляки. Эволюционно, в рамках правового поля, вы правы. Хорошо. Сегодня, в контексте наших дней, вот это событие 100-летней давности, насколько оно актуально? Есть ли сейчас к ней какой-то интерес? Развивается ли эта тематика в исторической науке Казахстана сейчас, в современном периоде? Я думаю, что такого сильного повышенного интереса нет. Он представляет для современной исторической науки Казахстана в том плане, что все-таки февральская революция, она привела к зарождению мощнейшего, скажем, Алашского движения, появлению партии Алаш и правительства Алаш-Арта. С этой точки зрения, оно интересно. А почему оно не интересно, я попытаюсь объяснить. Дело в том, что в начале 20 века абсолютное большинство казахского населения, так и русского населения на территории, скажем, самой России, проживало в сельской местности. Здесь, скажем, события февральской революции, да и октябрьской революции не очень-то близко воспринималось. Казахский аул жил своей размеренной многовековой, даже многотысячелетней жизнью. Скажем, были определенные казахские аулы, были определенные казахские волосы, которыми руководили наиболее состоятельные, наиболее такие богатые, богатая часть степного социума. Для них, что февральская революция, для них, что первая русская революция 1905-1907 года, для них октябрьская революция, как бы было определенным, конечно, событием, но в их жизни абсолютно ничего не меняло. Поэтому, я думаю, что этим, наверное, объясняется отсутствие такого повышенного интереса вообще к всем трем русским революциям. Безусловно, через газеты «Казах», через журнал «Айкаб», через степной «Узун-Кулак» информация все это доводилась, но коренным образом жизнь казахского аула не менялась. Наверное, этим и объясняется событие 1925 года, когда Исаи Галащокин, прывав на территории Казахстана, начал политику своего малого октября. Тем самым он показал, доказал, что в жизни казахского населения практически ничего не происходило. Революции они проходили, когда они проходили, казахское население жило своей размеренной, спокойной, уже отработанной тысячелетиями своей жизнью. Да, интересный вывод. Хорошо. Ну, давайте подведем итог. Значение февральской революции в большинстве своем сыграло именно для подъема национального движения, национального идеологического какого-то роста. Это зарождение движения Алаши и определение его формирования уже в политическую партию. Вот в этом плане демократические свободы, которые были приглашены новым временным правительством, дали определенный толчок, импульс для развития процессов в Казахстане. Совершенно верно. В связи с отречением Николая II Романова, скажем, единость, неделимость Российской империи была, скажем, поколеблена или разрушена, или, по крайней мере, она сошла не на монет. Поэтому у казахской интеллигенции появилась надежда на национально-государственное размежевание. Это первое. А те события, которые произошли весной, это отзыв карательных войск прежней царской власти, это амнистия участникам национально-собоительного движения, отзыв с тыловых работ сотен тысяч казахов, представителей Центральной Азии, с района действующей армии, безусловно, они сыграли позитивную роль, вы правильно отметили, оно привело, скажем, политизированности казахского населения, в том числе сельского населения, и привели через создание национальной партии «Алаш» к правительству «Алаш-Орта», которая неплохо себя зарекомендовала в 2018-2019-2020 годах. И по праву является попыткой где-то успешно возрождения многтысячелетней традиции казахской государственности, пусть даже в такой форме, как автономия, но казахская элита все-таки из-за автономии видела полную независимость, она внимательно наблюдала за событиями в республиках Закавказья, наблюдала внимательно за событиями и появление первых независимых государств в Украине, видела успешный, практически бескромный выход Польши и Финляндии, которая также была в составе Российской империи, и бескромно, безволизненно, практически вышла из империи, создала независимые государства. Поэтому у валашской интеллигенции появилась надежда в условиях отсутствия самодержавия, в условиях демократизации, в условиях тогдашней, если можно сказать, гласности. Мы тогда пришли к такой ситуации, позволившей заложить основы независимости. То есть, нынешняя независимость 26-летней давности, а тоже период начала событий Февральской революции 2017 года. Все, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Дякса, Рахмед.